Люди, тем, кто и платит за проезд по этим дорогам и своего кошелька. Кошелька как пользователя, так и налогоподпельщика. То есть это нужно только нам с вами. Поэтому и начато народное акционирование инноваций по британскому праву на выгодных для инвестора условиях. Акции нашей компании будут переформиляться на новых инвесторов с большим дисконтом. То через несколько лет будет строить миллионы. Сегодня можно приобрести занятие. На чем он вместе строит наше достойное будущее. Поэтому мы договорились сегодня так, что сегодня будет неполный типический день, когда он будет отвечать на все вопросы. Потому что очень большая занятость, очень серьезная, когда там работают. Я сейчас, как мы говорили, по плану именно технологии и ее отличия, я не к слову скажу. Вот мы с вами это обсудим, проанализируем. И потом уже где-то через полчаса, минут через 40 Анатолий Дуарович подключится. Как раз ему есть что сказать по конструкторскому бюро, по ближайшим планам. И в общем-то по той работе, которая сейчас сделана и как будем двигаться дальше. Так, Ирина, у нас что с опросом? Давайте тогда запускать опрос. Значит, друзья, как всегда у нас, кто первый раз, кто не первый раз. Так, звук один оставьте. Так, это обычно у нас идет такое, то есть бывает, что интернет тормозит у кого, что идет и ролик. Зашел, нажимайте цифру 1 и соответственно ответить. Те, кто второй и третий раз, вы знаете уже, это обычная процедура для того, чтобы мы ввели статистику каждый раз посещения. Сколько у нас новых людей, привет из Болгарии. Очень приятно. Так сказать, это в Болгарии у нас, по-моему, еще не было на вебинарах. Но, 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 но вы это. Вот, и мы специально в нем чат за где-то 10 минут до начала, чтобы вы действительно писали, отдались там коротко между собой. И, соответственно, еще наша просьба, это ставить регион или город откуда, чтобы мы тоже смотрели. Так, значит, дорогие друзья, 180 человек, у нас уже там больше 300. То есть больше половины не проголосовало. У меня особенно сейчас, друзья, те, кто первый раз пришел, мне очень важно, чтобы вы проголосовали. То есть вы видите перед собой сейчас табличку, написано первый, второй, третий. Вы нажимаете, какой раз пришли, и ответить в нижнем углу этой таблички. Вот, чтобы мы ориентировались, потому что очень важно сейчас те, кто приходит первый раз, чтобы вы в конце нашей встречи оставили представление, о чем идет речь. Потому что те, кто второй, третий раз и более, а у нас есть абсолютно уже люди, которые ходят практически на все вебинары, это одна категория людей. А очень важно те, кто заходят, чтобы те, кто только подключился, чтобы они включились в работу, поняли, о чем идет речь и, соответственно, продолжали дальнейшее движение с нами вместе. Вот, поэтому, ну вот, порядка, как раз у нас получается такая среднестатистическая, с учетом, что еще порядка 50-70 человек не проголосовало, значит, где-то 10-15% у нас так и получается каждый раз приходят новые на вебинар. Вот, это хорошая, как бы, такая статистика. Хороший подход. Так, 345, значит, нам порядка 100 человек не проголосовало, значит, ну, так и есть, где-то 30, где-то порядка 50 человек заходят каждый раз новые на вебинар. Вот, значит, опять же пришел, сейчас я вам несколько слов скажу о том, что программа SkyWay у нас в еженедельном цикле строится таким образом, что в понедельник у нас введение в программу SkyWay, где мы как раз строим и даем основные экономические, технические понятия, что за программа, о чем она строится, какие цели и задачи перед собой ставят, кто является руководством, соответственно, программы, и даем основные уже научные икны, связанные с струнными технологиями, с технологиями SkyWay, вводим такое понятие SkyTech, инновационный центр SkyTech, который объединяет и двигает все это научное направление. Даем юридическую форму обоснования, показываем, каким образом создается краудфайдинговая, то есть инвестпроводящая система, которая аккумулирует средства от большого количества инвесторов и направляет по принципу проектного финансирования для реализации конкретного научного проекта. Соответственно, цели и задачи, которые мы перед собой ставим сейчас, это уже введение и создание сначала демонстрационного, потом испытательного и сертификационного полигона для трех видов направлений транспортной деятельности. Сегодня это перевозка грузов, именно сыпучих грузов, которые сегодня основной испытывает мировая экономика, это руда и уголь. Это перевозка городских, внутригородских, соответственно, внутригородского транспорта. Это низкоскоростной пассажирский транспорт. И это тоже очень большая ниша сегодня для всех мегаполисов. И следующее направление, это скоростной транспорт со скоростями порядка 500 км в час. Это полная альтернатива среднемагистральным самолетам, которые перемещаются на расстояние до 3-4 тысяч километров, со скоростями, как я уже говорил, 500 км в час, но на порядок меньше с затратами топлива и, соответственно, с абсолютно другой экологичностью. Таким образом, наша компания, которая называется «Евразиан Рейл Скайвей», то есть «Евразийская рельсовая небесная дорога», если дословно переводить, это регистрирована в Лондон. В Лондоне она имитировала большое количество акций, которые оплачены интеллектуальной собственностью. И, соответственно, сейчас через систему краудфайдинга и то, что мы сегодня реализуем, происходит трансфер. То есть интеллектуальную собственность оплатил инженер Юницкий своей интеллектуальной собственностью, соответственно, пройдя сначала оценку, а потом внесение ее в уставной капитал. Соответственно, дальше происходит трансфер акций собственно на тех инвесторов, которые становятся совладельцами технологий, которые получают долю в уставном капитале. Дальше сейчас по развитию нашей схемы, то есть мы выстроили сейчас краудфайдинговую схему такую, которая работает через ту систему, которую вы подключили, то есть это и личный кабинет, и сайт, и вся эта система сейчас функционирует. Дальше мы прорабатываем вопрос, как работать уже с венчурными площадками и с зарубежными инвесторами. Там есть определенные требования к уже юридической и организационной форме, и этот процесс тоже мы активно проходим. И с учетом того, что меняется сейчас, увеличивается огромное количество приходит новых участников и акционеров, то есть мы уже сегодня перешли за черту 4000 акционеров, соответственно, и огромное количество Сергей Семенов завтра скажет, но вот последняя цифра, которую я слышал, там порядка 10 тысяч уже заявок, которые люди хотят подключиться. А с учетом того, что мы в середине июля запускаем еще региональную работу, когда будем в городах-миллионниках проводить региональные конференции, вот первую начнем такую в Москве в начале июня, нет, в начале июля, там где-то 6-8 июля у нас будет конференция в Москве, где-то на 2-2,5, вот сейчас по предварительным оценкам будет участников. Вот, и дальше будем работать по городам-миллионникам. Задача такая, чтобы рассказать о программе Skyway. цели, задачи оформления, показать реализацию, показать перспективы, вести эти конференции будет наш совет директоров, ну или там наши активные участники, которые входят в директора, это Андрей Хавратов, наверное, Сергей Семенов, я буду обязательно участвовать во всех этих региональных конференциях. То есть задача такая, чтобы запустить процесс, показать его серьезность и дальше, чтобы в регионе начала действовать вот такая своя, скажем, организация, региональное представительство, которое активно бы включилось в программу Skyway. Вот, потом мы договорились в середине июля у нас с Алексеем Суходоевым, мы будем в Челябинске, ну а дальше график сейчас расписывается, Андрей Хавратов обязательно организует такую вещь в Одессе, вот, для Одессы для нас это особо очень важный такой момент, что мы сейчас, те, кто подключился и знает нашу систему экономических вебинаров, что сейчас, в общем-то, там звучит три фамилии, и я привлек экономистов, которые работают, это Михаил Хазин и Михаил Делягин, как раз это два специалиста, каждый в своей области. Если Хазин это теоретик и тот, кто показывает теорию мирового экономического кризиса, это история, истоки его возникновения, к чему он сейчас приводит, какие дальнейшие могут быть пути развития, и как раз до встречи с программой Танснета, до встречи, когда мы с ним начали уже активно работать как союзники, как коллеги, вот, естественно, он давал путь развития, который, естественно, ни мы признать не могли, это было с точки зрения науки неинтересно, он сам это признавал, потому что не было технологического решения. Но когда он познакомился с программой Skyway, с программой Транснета, он первый выдвинул такую очень интересную экономическую мысль, именно экономико-политическую мысль о том, что пришло время континентальных стран, о том, что евразийская транспортная сеть Евраз-Транснет это является основой экономического развития евразийского континента на ближайшие 30 лет, о том, что реализация в сети Евраз-Транснет это будет новый стимул для развития, вот, соответственно, с ним мы нарисовали вот такую карту, это строительство порядка 10 миллионов километров дорог на ближайшие 20-30 лет развития евразийского континента и, соответственно, отсюда стала рождаться целая теория, так называемая территория опережающего развития, то есть тех точек, откуда пойдет рост и которые дадут развитие для целых государств и для, в общем-то, образования государств в целом. И здесь как раз очень интересно, что юго-восточная Украина, то есть конкретно Донбасс, Кривой Рог, запасами, то есть крупнейшими мировыми запасами железной руды, коксующегося обычного угля, то, соответственно, как мы как раз неоднократно говорили Анатолий Дуарович на своих технических вещах, когда он говорил возможности строительства трасс, то они, собственно, будут ограничиваться только первое, это возможностями ресурсов, то есть сколько металла может пойти на путевую структуру и, соответственно, машиностроение, которое может дать путевой подвижной состав для этих трасс. Но так как это следующий этап в развитии и как раз то, что сейчас, это Анатолий Дуарович вам расскажет, проектируется и делается, это настолько сегодня и проще в изготовлении, и в материаловедении меньше требует материалов и очень проще в изготовлении, то количество изготавливаемого и подвижного состава, и, соответственно, трасс будет расти очень большими темпами. И, соответственно, сегодня мы можем только экспертно предполагать, с каким темпом будет строиться евразийская транспортная сеть Евраз Транснет, с каким, то есть мы очень аккуратно, это наша согласованная цифра, которую мы даем именно как команда компании Skyway, что примерно в первый год строительства и в первый год запуска программы Skyway, то есть где-то через три года, когда будет заканчена сертификация и на рынок выйдет уже сертифицированная продукция, которая будет уже строиться в конкретных точках для конкретных проектах, вот по нашему самому скромному оценку, по самым скромным оценкам в первый год может быть построено уже там от нескольких сот до тысячи километров дорог. Соответственно, дальше темпы будут увеличиваться и со временем, то есть если во всем мире за 20 век было построено порядка 60 миллионов автомобильных дорог, то струнных трасс Юницкого, Skyway и транспортная сеть, которая будет построена, она по нашим расчетам будет превосходить железнодорожную, автомобильную и трубопроводную сеть, которая сегодня есть, а это порядка 65 миллионов километров вместе взятые. Естественно, что это будет строиться не одномоментно, естественно, что это будет строиться постепенно, с нарастающими темпами, но как мы уже не раз говорили, пятый технологический уклад, то есть темпы развития интернета и темпы развития сетевой структуры, которые прошли за последние 20 лет, они показали, с какой скоростью, с каким темпом растет как раз сегодня построение информационной сети и как трансмет сегодня активно распространяется. Я вот сейчас был на встрече и шел обратно, мне позвонили на Skype, я шел по улице, разговаривал по Skype, по 4G, который есть, но он еще не так усиленно работает, но все-таки я могу сказать, что видеоизображение, видео это в центре Москвы, уже работает довольно-таки сносно, вот, уже счетчик показывает порядка там 20-25 в секунду, вот, это довольно-таки уже серьезная скорость, об этой скорости, чтобы мобильно, когда я передвигаюсь по городу, можно было так разговаривать, еще 5 лет назад это было невозможно, видите, сегодня мы уже подошли к реальной цифре, а у нас Мегафон уже утверждает, что они запустили там порядка 300 мобильных в секунду, то есть это уже серьезная скорость, вот, опять же, нам это сравнение надо для чего, что 5-10, а тем более там 20 лет, эти цифры просто казались нереальными, их невозможно даже было обсуждать, вот, а сегодня, когда специалисты инновационного центра стратегических развитий, которые курирует вице-премьер Дмитрий Олегович Рогозин, они как раз разрабатывают новое направление транспортировки сигнала, называется это нанофотоника, и как раз если взять их отчеты и посмотреть их утверждение, что в ближайшие 5 лет нас ждет, то они приходят к тому, что передача сигнала до там уже терабайта в секунду, это становится по их утверждению вполне реальной цифрой. Ну и соответственно, как я уже не раз говорил, мы подходим к тому, что основной проблемой сегодня для дальнейшего ускоренного развития информационной сети и транспортного, транспортной сети, именно информационной коммуникации, это основа для транспортировки, то есть оптиковолокно, то есть сегодня существуют технологии для транспортировки сигнала на порядок дешевле, чем электромагнитная волна, то есть это световая волна, она требует меньше энергии и переносит большее количество информации, но для этого нужна серьезная инфраструктура. И как раз наше утверждение, что SkyWay, то есть именно струнные технологии, которые лежат в основе SkyWay, они станут именно каналами транспортизации, именно каналы коммуникации для информационных потоков. И как раз наше утверждение, что Transnet это визуализация, это серьезная как раз сеть, которая из виртуальности возвращается обратно в реальность и соответственно она объединяет между собой информационную сеть, энергетическую сеть, то есть она будет являться и линией электропередач и транспортной коммуникации как таковые. И соответственно сейчас я специально это проговариваю на 90% то же самое, что было вчера, что сегодня, чтобы это у нас является основой конференции, которую мы будем проводить 7-8 июня в Минске для инвесторов, которые вошли на крупный пакет и готовы инвестировать серьезные средства и стать крупными акционерами компании Rail SkyWay. Вот как раз в Минске мы проводим такую, ну не сказать закрытую встречу, потому что все-таки мы приглашаем всех, но мы специально подняли план по участию в этой конференции для того, чтобы приехали люди, которые сразу готовы принять решение, либо находясь на этой конференции дальше определиться, интересно им это развитие программы, будут они участвовать или нет. И соответственно название это вторая международная конференция, первая у нас была 29 марта в Москве, и первая конференция, кто участвовал или кто знает, кто нет, войдите в наши архивы, посмотрите на сайте, она называлась технология SkyWay «Русский прорыв», где мы четко показывали, что технология, которая подошла к сегодняшнему внедрению, то есть струнные технологии Юниц, которые сегодня выводятся под брендом SkyWay, это технология, которая готова к промышленному применению, массовому применению, которая готова сразу закрывать практически все ниши сегодня мировой экономики, то есть это грузовые огромные потоки, в которых является огромный дефицит сегодня, это пассажирские перевозки внутригородские, это основная проблема сегодня расселения и мегаполисов, потому что тот, кто сегодня, я не знаю, как многие из вас в регионах, я по 4 часа проводя сегодня в автомобиле в пробке, это оживя всего за 20 километров от Москвы, я могу сказать, что время струнных технологий, когда 20 километров будет проезжаться за 10-15 минут, я могу сказать, оно не пришло сегодня, оно пришло еще позавчера, поэтому нам необходимо эту систему сделать, то есть сегодня необходимо расшивать те проблемы, которые сегодня несут с собой мегаполисы. А так как по оценкам ООН за ближайшие 10 лет население мегаполисов увеличится всего на 3 миллиарда человек, то соответственно эта проблема увеличится на порядок, экология, пробки, расселение, земля и так далее, и так далее. И как раз все эти проблемы решает технология Skyway, она решает проблемы внутриуличного, точнее внеуличного, внутригородского транспорта, который переходит на второй уровень без отвода земли, делает очень дешевую транспортную инфраструктуру с объемами перевозками, сегодня превосходящей в метро, при том, что метро сегодня, как наше московское правительство заключает уже с китайскими компаниями по 3-5 миллиардов рублей за один километр, соответственно, конечно, мы можем абсолютно точно утверждать, что цена московского Skyway и одесского Skyway будет значительно меньше, я бы сказал очень значительно. И, соответственно, третья ниша, которая сегодня готовится, это скоростные перевозки. Так вот, на конференции в Минске мы подробно обсудим эти вопросы, там будут участвовать наш председатель совета директоров, это крупный бизнесмен, который вошел в нашу компанию, именно сейчас организует менеджмент, участвует в реализации этой программы. И как раз дальше я хотел бы еще остановиться на как раз вопросе и акцентировать перед тем, как включится Анатолий Дуарович, именно акцентировать вопрос, как работает менеджмент, как работает краудфайдинговая и местопроводящая система, которую мы с вами сегодня создаем и, соответственно, которая сегодня функционирует. И дальше Анатолий Дуарович расскажет и покажет, как формируется КБ, как оно будет взаимодействовать. И основная мысль, которую сегодня нам надо до вас донести, чтобы вы сегодня четко понимали, что это один процесс, что инвестпроводящую систему, которую сейчас отстроили и как она сегодня функционирует, она нужна только для единственной цели, чтобы реализовывать именно инженерное направление. Потому что без этого направления конструкторское бюро, дальше полигон строительства испытания, они просто не могут существовать. И, соответственно, мы отчитываемся и показываем, и почему мы уделяем сейчас внимание о том, что этап работы прошел, Анатолий Дуарович сегодня показывает, что сделано. Потому что для нас эта открытость сегодня очень важна. Потому что когда мы 4 месяца, ну, 3 месяца назад начали проводить первый вебинар и показывать, мы сразу просто перед вами вопрос о том, что мы сегодня формируем КБ, и оно к маю месяцу сформировано, должно начать работать и, соответственно, решать те задачи, которые ставятся перед программой. Вот. А, естественно, без конструкторского бюро, без инженеров это реализовать невозможно. То есть мы можем с Хазиным и с Делягиным бесконечно размышлять на тему экономики, политики, вывода, но пока инженеры не примут задачу, которую поставит генеральный конструктор, пока не реализует это в чертежах, пока эти чертежи не будут размещены на производстве, пока не будут изготовлены опытные образцы, потом собраны в общей комплектующей для единой системы и не проведены испытания, это все будет оставаться пустыми звуками. И только когда все это будет сделано, продемонстрировано, испытано и сертифицировано, вот только тогда это становится уже законченным проектом. И вот тогда мы все объединяясь в систему, тогда и экономика, которую дает Делягин-Хазин, и о том, инвестпроводящая система, которая собирает акционеров и, как Хавратов говорит, показывает перспективы капитализации, накладываясь это все на технические решения и на технические возможности, тогда это все становится единой именно, единым проектом, единым программным результатом. И соответственно, здесь одна часть без другой просто не может функционировать. То есть создавать инвестпроводящую систему, привлекать большое количество акционеров, обещая им какие-то вещи, при этом не проводя научную и инженерную вещь, это просто невозможно. Ну и соответственно, инженерная часть в данном случае это как острие кинжала, которое входит вот в это будущее, в новое это, которое именно реализует. Потому что, как всегда говорит Юницкий, все, чем мы с вами пользуемся, придумали инженеры. Ни политики, ни экономисты, ни банкиры и еще неизвестно кто, а это все придумали инженеры. А дальше это реализовано и вокруг этого построен собственно бизнес, который и капитализирует интеллектуальную собственность. И как раз пятый технологический уклад четко показал, как происходит капитализация. Так вот, дорогие друзья, как раз от задач, которую мы ставим перед Минской конференцией, заключается в том, чтобы люди, которые, я вам сейчас сразу скажу термин, который мы переняли в бизнес молодости, мы сейчас с ними очень активно сотрудничаем, наши менеджеры проходят там обучение, Семенов вообще просто, так сказать, влюблен в эту систему. Так вот, они ввели такое понятие, как банка с огурцами. Мне это очень понравилось, потому что очень экономический смысл очень понятный, что если мы складываем перец, то через некоторое время все эти огурцы становятся сначала малосольными, а потом солеными, хорошим продуктом. Если мы берем туда свежий огурец, отпускаем, то есть кто только подключился, это вот соответственно те 50 человек, которые сейчас включились в нашу работу, то попадая в среду, которая уже пропиталась этим рассолом, который понимает, о чем речь, который ставит перед одними, перед собой цели и задачи, то соответственно свежеопущенный туда овощ очень быстро приходит до нужной кондиции, сначала становится малосольным, а потом собственно хорошим соленым продуктом, готовым к употреблению. Так вот, вот эта логика, чтобы создать такой некий клуб, куда приходят люди и общаются с теми, кто уже принял решение, кто инвестирует в эту программу крупные средства, как раз и есть задача вот этого нашего такого клуба, который мы будем собирать в Минске, а дальше мы будем постоянно его развивать и как раз через некоторое время мы абсолютно уверены, что возник такой элитный клуб инвесторов, куда будут входить наиболее крупные инвесторы или наиболее активные менеджеры, которые будут продвигать этот проект, то есть это и будет, скажем там, стержнем активного продвижения проекта Skyway. Там будут как раз и экономисты, будут и бизнесмены, и соответственно вот это общение, которое будет между собой, оно, мы абсолютно уверены, даст импульс для дальнейшего развития этой программы. Ну вот, дорогие друзья, значит, это все, что касается вот на сегодняшнем нашем технике и экономике. Вот, тему, которую мы сегодня и заявили, которую я несколько раз уже проводил на прошлом техническом вебинаре и перед этим говорил, это как раз конкурентные преимущества и то, чем технология Skyway отличается от того, что сегодня существует. Но здесь после меня будет выступать Анатолий Ивницкий, то не совсем как бы это корректно сейчас говорить, я просто в виду несколько экономических таких понятий, которые вытекают из всей теории научной школы, которую создал Юницкий и которую мы сегодня собственно реализуем и подключаем все больше и больше там техников и экономистов. Она заключается в том, что сегодня при реализации шестого технологического уклада, это как раз наша академическая наука дает, это дает Сергей Юрьевич Глазев, классификацию укладов, он как раз разработал требования к технологии, которые должны соответственно к стандартам третьего тысячелетия и 21 века. И соответственно и проблем, и требования к транспорту и вообще ко всем технологиям, которые сегодня есть, это первая экологичность, экономичность, безопасность и дешевизна эксплуатации. То есть это основные требования, которые должны сегодня реализовываться и любая технология, которая разрабатывается, должна проходить через эту призму. И соответственно обратным счетом инженер Юницкий 35 лет назад задался вопросом, а какой же будет транспорт 21 век, какие требования у него есть, и он обратным счетом пришел именно к теоретическому пониманию, пришел к концепции струнного транспорта, потому что это из теории сопромат, предварительно напряженная струна, то есть металл, который обладает свойствами тягучести, при этом не теряя свои свойства, позволяет создать очень легкую и прочную стакаду, которая может являться основой для транспортных коммуникаций. Это теоретическое предположение у него возникло 35 лет назад и соответственно потом в 20 лет он занимался разработкой дальнейшей этой научной теории, продвижением этого направления и соответственно достиг там именно как автор, изобретатель и теоретик этого направления. При этом были сделаны огромные, огромная работа в виде моделирования, в виде продувки в аэродинамических трубах и так далее, и так далее, и так далее. Вот после... Сейчас, дорогие друзья, это я все-таки еще раз для тех, кто подключился к нашей вот этой общей банке, кто первый раз это говорит. Ну и соответственно это перед тем, как будет Анатолий Довальдович говорить. Дальше, когда в 2001 году был построен первая практическая эстакада, это наш любимый ЗИЛ, уходящий в небо, то есть когда была продемонстрирована ажурная легкая прочная конструкция именно с напряжениями, Анатолий Довальдович меня, наверное, поправит, но насколько я помню, там 600 тонн было внутри этих рельс натяжения. Вот. Соответственно, было продемонстрировано, что путевая структура очень легкая, пактная и очень прочная по прочности, она превышает вантовый мост по СНИПам сделанным, может выдерживать вот эту нашу лату, которая изучала как раз изгибы, прогибы, натяжения, растяжения и так далее, и так далее. И соответственно, что для нас очень важно, для нашей работы, что в этот момент Юницкий из категории изобретателя, теоретика научной мысли, как мы его говорим, что Циолковского своего времени, он перешел в разряд генеральных конструкторов, то есть тех людей, которые в состоянии сформулировать задачу, дать коллективу именно сформировать под каждую задачу временный научный коллектив, выдать ему задачу, чтобы поставить тех задания, чтобы этот коллектив мог разработать конструкторскую документацию. Дальше все это разобрать и через определенные группы компаний разместить заказы на производстве, дальше собрать все комплектующие в отдельности и сделать единое изделие. И как раз эта функция только генерального конструктора и только генеральный конструктор, который может дать направление связанное с путевой структурой, с управлением, с автоматикой, с подвижным составом, может распределить по разным коллективам эту задачу, собрать ее воедино и реализовать единый продукт. И вот как раз с этого момента Юницкий стал генеральным конструктором. И следующий момент, что для нас очень важно, что нам позволило сегодня собраться здесь, это когда уже из стадии генерального конструктора он еще перешел в стадию генеральных менеджеров, то есть управленца проектом, который стал ставить задачи не только для конструкторов, а ставил задачи для финансистов, для тех, кто занимается созданием краудфайдинговых систем, кто может работать в интернете, кто может работать на венчурных бизнес-площадках. И соответственно, это абсолютно, на наш взгляд, правильный подход, когда именно генеральный конструктор объединяет в себе функции и генерального управленца. Потому что на стадии развития проекта это является основной направляющей силой. И как раз все примеры развития крупных проектов, такие как космическая техника у нас в стране, когда Королев получил функции именно генерального конструктора, могут объединять и для сотен, и даже тысяч производств ставить задачи. Это и пример НАСА, где фон Браун, который сначала делал ракеты для гидролитона, американцы его перевезли к себе и дали ему гражданство, потом он стал почетным гражданином всего, чего только можно быть в Америке. Соответственно, он также являлся генеральным директором НАСА, он также ставил задачи, также решал задачи, только благодаря этому американцы смогли решить сложнейшую задачу полета на Луну. Так вот, я считаю, что ту задачу, которую мы сейчас решаем, она, наверное, на порядок важнее и на порядок серьезнее, чем космическая техника, чем программа полета на Луну, потому что это чистая наука, не имеющая к практическому применению очень слабое отношение, и то, что сегодня потрачено огромное количество средств и ресурсов на то, чтобы осваивать космическое пространство, с точки зрения экономики, это сегодня довольно-таки слабое решение, если брать отдачу от тех инвестиций, которые туда идут. С точки зрения фундаментальной науки, да, это абсолютно серьезное развитие, это абсолютно серьезная вещь, и те арбитральные комплексы, которые находятся на орбите, и как раз надо рассматривать, как научные станции, научные базы, которые нарабатывают опыт для работы в космическом пространстве, для работы на околоземных орбитах, в которых могут длительное пребывание и людей, и материалов, и так далее. Нам это очень важно, почему, и это имеет отношение, прямое отношение к той программе, которую мы сегодня реализуем, потому что инженер Юнитки всегда декларирует вопрос о том, что следующим этапом за развитие транснета, то есть именно наземной транспортной системы, он собирается делать следующую сеть уже седьмого поколения, то есть сегодня наука официально еще мозгами не может въехать в шестой технологический уклад, а у Юницкого уже в голове решение по седьмому технологическому укладу, то есть по той сети, которая будет идти следом за транснетом. Но для нас это очень важно, что когда мы видим задачи и горизонты следующего планирования, то нам становится очевидным, что про транснет, то есть транспортную сеть, которая сегодня работает без развития интернета, было невозможно предполагать, то есть как отдельные проекты, да, а как именно общая сеть, общая логистика и общая континентальная, то есть в данном случае внутри континентальная евразийская сеть, она не могла существовать без понятия самой сети. И только как раз герои пятого технологического уклада показали нам, что такое сетевое мышление, что такое сетевая логистика, что такое сетевой бизнес, что такое сетевая капитализация, то есть капитализация Фейсбука без такого понятия была вообще невозможна. Да и собственно как и Dell и как Apple и как всех сетевых компаний, то есть они возможно работать только, они возможно капитализироваться только когда возникла сетевая идеология. Так вот точно так же сейчас мы ведем речь о сетевой транспортной инфраструктуре и транспортной информационной и как раз задача наша как менеджмента сегодня это создать управленческий аппарат, управленческую команду, которая будет реализовывать этот проект и здесь мы будем вам рассказывать, что мы будем делать и как мы будем двигаться. Значит соответственно ту команду, которую сформируют Семенов Сергей и Андрей Хавратов, это создание краудфайдинговой и венчурной капитализации, венчурного создания, привлечения инвесторов, вот и дальше работа. А как раз Юницкий как генеральный конструктор и генеральный менеджер этого проекта, он показывает общие задачи и решает техническую часть, которая сегодня и будет реализовываться. И соответственно как я уже сказал и что сегодня, когда очень много задают вопросов, у нас сейчас много людей стало в офис приходить, как раз основной вопрос, который задают, это какие риски и что может быть основной проблемой сегодня для реализации этого проекта. И я могу сказать, что нерешаемых задач сегодня нет, то есть краудфайдинговая система и венчурное финансирование, которое мы сегодня запускаем и не видим как она развивается. То есть абсолютно можно утверждать, что система начала работать и она будет и дальше привлекать инвесторов и развиваться, и особенно с той активностью, которую мы сейчас делаем, что с июня у нас будет до 10 вебинаров, до 3-4 региональных конференций по несколько тысяч человек. Соответственно программа обучения, которую Андрей Хавратов очень блестяще запускает и количество подготовленных уже менеджеров, которые будут в состоянии работать и объяснять о чем идет и речь тоже увеличивается. Поэтому мы сейчас четко можем сказать, что программа к сентябрю очень серьезно окрепнет, встанет на ноги и выйдет на новый уровень. А это очень важно в том, что уже стоит на пороге большая когорта, как их Андрей называет, хавратов, венчурных капиталистов, которые готовы вкладываться, но им надо, чтобы возникла инфраструктура, возникла система и только тогда в эту систему они готовы входить. Так вот, к сентябрю будет закончено оформление и эта система встанет и будет работать. Те, кто пришел на раннем этапе, то мы с вами, кто являемся акционерами этой компании, естественно мы получим максимальную доходность, максимальную прибыль, а тот, кто будет входить с большими капиталами на следующем этапе, их доходность естественно будет резко падать, потому что количество участников не в количественном отношении, сколько будет инвесторов, а именно в денежном отношении их будет намного выше и соответственно доходность их будет резко падать. Мы после этого готовим следующую программу, которая будет выводить капитализацию уже конкретных проектов с использованием технологии Skyway, но это можно будет делать только тогда, когда будет закончено проектирование всей документации на поле и будет уже начата работа непосредственно в поле по строительству. Вот тогда параллельно этому мы можем запускать уже капитализацию и соответственно конкретных проектов, которые будут использовать эту технологию. Ну вот если по блокам, то дорогие друзья, на этом я хотел сегодня акцентировать внимание о том, что каждый блок он по-своему очень важен, но основная все-таки для чего мы собрались и цель компании, которую мы сегодня делаем, это все-таки работа конструкторского бюро. И сегодня очень важный такой этап, что мы первый раз, и Анатолий Дуарович сейчас первый раз говорит о том, что конструкторское бюро начало работать. Если до этого мы работали над формированием, мы все по мере сил и возможности, естественно, основная задача была его это сформировать, то сейчас мы дальше будем уже только смотреть и наблюдать за тем, как это будет работать, выполняя каждую свою задачу. Анатолий Дуарович, я все, давайте подключайтесь, я потом в конце еще несколько организационных моментов. Рад приветствовать вас, Анатолий Дуарович. Добрый вечер, Сергей Анатольевич, добрый вечер, дорогие друзья, коллеги, партнеры. Наконец-то я могу общаться с вами со своего рабочего кабинета, со своего рабочего места, со своего рабочего места. Это город Минск, улица Данкова, Анатолий Дуарович, четвертая площадка. Литр, покажи, пожалуйста, как у него есть. Сейчас мы покажем фотографию офиса, где находится конструкторское видео. Ну, пока там грузится. Но это важный этап, потому что без разработки рабочей документации на счет о поколении газового, городского и высокоскоростного пластиковской лейт невозможно сертифицируется. Еще раз добрый вечер. Извините, что да, вот так получилось, только сегодня поставили эту технику, еще не отладили, вот первый раз по ней говорю. Это наш офис, четвертый этаж, весь наш, 328 квадратных метров. Так, дальше. Это центр Минска, исторический центр Минска. Это когда фотографий будет наблюдаться долго, да? Значит, в этом офисе мы планируем разместить где-то 50-60 конструкторов. Мы укомплектуем к осени. Потом будем расширяться, потому что на концу года для того, чтобы выполнить тот объем работ, который мы планируем, должно работать порядка 100 конструкторов. Так. Вот это группа компаний Skyway и строительства в Республике Беларусь. С четвертый этаж. Конструкторское бюро – это основа нашего бизнеса, потому что без рабочей документации, на четверто поколение транспортной системы, принципиально новой, инновационной, невозможно будет изготовить эту технику, сложнейшую технику. Потом построить полигоны, сертифицировать и выйти на рынок. Ну, это наши уже конструкторы. Это уже ряд конструкторских бюро сформировано. На самом деле у нас не конструкторское бюро, а проектно-конструкторский институт, в составе которого будет 10 конструкторских бюро. Я потом схему нарисую. Конструкторское бюро войдут в состав этого института. Так, это дальше будет. Причем задача у конструкторского бюро очень сложная, потому что мы должны документации сделать очень сжатые сроки. Если говорить о грузовом направлении, то где-то 9-12 месяцев. Если говорить о городском, это 12-15 месяцев. Высокоскоростной 15-18 месяцев. Но мы справимся, потому что к нам идут самые квалифицированные конструкторы, которые есть в Республике Беларусь, в Минске. Почему именно Минск был выбран для размещения конструкторской бюро? В свое время, когда у королевства была задача, кого набирать космонавты, сначала рассматриваясь варианты, что нужны инженеры, потом врачи, потом конструкторы. А потом Королев понял, что те, которые летают в Митилях, у них и техническая подготовка, и здоровье, и так далее. Все то, что необходимо для полета в космос. Это замглавы представительства в своем рабочем предмете. И тогда набрали первый отряд космонавтов и излетчиков, и через 3 месяца полетел Гагарин. Так вот, самая сильная школа автомобилестроительная это в Минске. Если взять СССР, а потом СНГ, то самая сильная школа здесь. Она сохранена, в отличие от России. Причем, именно в Беларуси выпускает та техника, выпускается, которой нет и в России. Например, колесные тягачи. Это, представьте себе машину, где 16 колес, все колеса поворотные. На ней лежит ракета весом 100 тонн, идет по болотам. Это производится, проектируется и производится в Минске. Здесь, в Беларуси, производится гелазы, аналог которых нет в России. Сейчас уже, по-моему, 350 тонн. Здесь выпускаются трамваи, троллейбусы, автобусы, автомобили, тракторы, грейдеры, скреперы. Это все колесный транспорт. Так вот, самая близкая по логике проектирования нашей техники SkyWay, небесной дороги, это как раз автобилистроители, проектировщики автомобилей. И они находятся здесь, в Минске. Поэтому представительство группы компаний SkyWay, созданного в Минске, здесь мы начали формировать кастухо-скаверу. И поскольку эти кадры подготовлены, то мы сделаем высококачественную документацию в очень сжатые сроки, чтобы по ней потом разместить заказы, изготовить узлы и элементы, собрать все это на полигоне, где будут тесты участки в Литве, сделать опытно-промышленную отработку, сертифицировать, пригласить заказчиков и выйти на рынок. Вот вся эта работа займет три года. Так, поздравления. То есть мы поздравили сами себя и вас, потому что наши акционеры тоже являются совладельцами вот этого конструкторского бюро. Потому что они пришли, инвесторы пришли в группу компании SkyWay и все, что находится в группе с компанией компании SkyWay принадлежит и акционерам, то есть всем вам, кто пришел инвестором к нам. Сейчас я попробую нарисовать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие мыаны в группе с представителем друзья Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В то banned мы создали в конце апреля компанию в Еврозоне. От этой компании мы прилетаем в динамический участок, где будет борталегон Крестового участка. Эта работа сейчас идет со строительством. У нас сейчас есть возможность строить хорошую чатку земли в удобном месте для работы. Создание того, о чем мы говорили в Северной Курской участке сегодня, сконтейнта, кластера инновационного, через который мы выведем на международной рынке, на игровой рынке, на струнной технологии, не только в Северной Курской участке. В ход построены предпочтения участка. Крузовой, 1 км, с подлучшим разрушенным криминалом и объемом перевозок 190 км. в Северной Курской участке. Это проводительность сегодня Литвина Магистрата. То есть это достаточно большой для перевозок, чтобы выгонтировать чистую. Мы же лентом на все континенты для перевозки лента, угля и других Северной Курской участка. Зачек у нас очень много на это направление. Второй участок это будет Горополь. Слышно? Нормально? Это город Горополь. Это 2-х путная дорога, станции и вся инфраструктура. Это мы покажем систему городскую, которая заменит в городе трамваи, троллейбусы, такси, метро, монорельцевую дорогу. Все эти типы дорог городских, которые сегодня существуют. Потому что наша система более эффективна. Если взять эффективность по-другому слову энергии и топлива, то городская система будет эффективна в автомобиле, введена на 20%. И будет построен участок высокоскоростной системы и сэкономерный. Геноль, фотосистанции, инфраструктуры, в том числе в составочном переводе. Меньшая длина не подходит, потому что половина пути практически на 1-м грамм может, а потом половина пути на 1-м грамм. Сегодня, например, если взять высокоскоростные дороги, то они раздоняются, где-то 30-м грамм нету, и примерно в сколько это проводит. И возникла проблема увеличения этого отдельного участка, потому что в любви района не меньше развернули, поэтому в данном участке приходит на придержку топлива. Под район, она может согласовывать с людьми зареги. Потом мы отдали представительство, представительство Республики Городного. Республики Городного. Представительство Республики Городного. Республики Городного. Республики Городного. Республики Городного. Потом идет генеральный конструктор. Подменим идет главный конструктор по организму системы. Городный конструктор. Он уже приступил к работе. Очень коммерческий конструктор. Я накинул, где я не предлагаю, но тут серьезная конструкция, которая я говорю. Это главный конструктор подрядного состава. ему подчиняется подчиняется حакустерский дизайнер. Четвертый дизайнер. Дизайнер не просто подводится, но первый дизайнер должен сделать оболочку из основного модуля из автомобиля визикуса идеально ровную гладку с микронной точностью, чтобы обеспечить страницу вот этого рейса автомобиля. 0,75, но лучшие, допустим, процент энергетического сопротивления такого автомобиля очень дорогого, и он динамично как в год, в тот раз. То есть в тот раз наш рейс автомобиль будет эффективнее, параллельно, чем стопильный автомобиль. Так вот обводы и фокусы, обводы, которые делаются в дизайнер. Это экскориет. Еще и второй экскориет, когда внутри надо сделать тоже салон, то есть салон тоже вписать, водительская водительская водительская, если он будет, и вся эргономика и дизайн внутри транспортного средства, это будет дизайнер. Дальше идет кокусок дирон компоновки. Очень важно дирон. Где надо компоновать всю машину. То есть вот здесь оболочка, с учетом, с точки зрения стены, с учетом того, что там есть стекло, степление, это тоже, так сказать, работа дизайнера. Есть отсек для двигателя, здесь отсек для двигателя. Здесь находится водитель, двигатель, 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 систему, систему управления. И дать разнесло по машину по колоссам, потому что все колоссы уже одинаково закрыты. Следующий кокусторский бюро. Кокусторский бюро. Кокусторский бюро. Кокусторский бюро. Да, Ирина, я должен сказать, что вот эти кокусторские бюро будут работать во всем направлении. Козловой, городской и высокоскоровской. Коказово будет... Коказово это несущая конструкция, доказаемая, сама кокусторский бюро. Оболочка тоже была несущая. И, собственно, прочность, долговечность машины. На рейс-алтопиле можно видеть по-другому автопилу, но он будет спроектировать вот эту несущую часть, целовая часть, на которой подключены все ремонты, здесь, здесь алтопилы. Следующее, это КВ-шасси. КВ-шасси, да. Это колеса, это подвески, подвески. То, что, с чем связано движение, подключение движения. И последний фактор, это подвески силовых двигателей. Подвески силовой двигателей. Это то, что приводит машину движения. У нас есть вариант, когда стоит длинный, когда есть генератор с водой энергией по профессиональной продукции. Есть варианты, когда с контактной сети, то есть мы берем энергию с контактной сети и подаем, которые нам на двигатель. Есть варианты, когда мы используем только для амбинейки, амбинейки, когда все варианты просматриваются. у нас будет генератор с машин, где различные приводы используются. И это, как раз, работа этой машины используется. Это часть работ, которую надо сделать для того, чтобы машина полосовка. И есть еще конструктор-тренировка, который начинает когда работают, которые работают не только на подвеском составе, но и на новую машину транспортную систему. В том числе на генератор структуру, строительные переводы, станции, возглавы и так далее. Там у нас будет электрика определенная, рост электрической энергии, там будут импортационные линии. И вот на предпечении всего этого еще созданный конструкторский бюрок, который начинается динамом конструкции. Виталий КПП, оснастки. У нас будет очень много оснастки. Очень много оснастки, в том числе технологической оснастки. Как рассказывать, допустим, кто-то с полюбом, как ее наклеить, как строить, формировать склонный рельс. И как опоры размещать, как делать фундамент и так далее. И где должна быть термористская оснастка? Это, и тем не менее этого, есть еще следование, которое мы должны провести, чтобы это локоть будет создан в борьбу. В частности, мы должны добыть еще воспитательное оборудование для наработки на отказ от заморозки колеса с рельсом, продвигать износы, продвигать. Мы планируем меньше, чем миллионных километров проехать колеса. То проехать, как работает подвеска. Здесь, если есть боковая нагрузка, то есть электровая нагрузка. Если есть загрязнение в контактах, там, снег, булочки, там, юлистики, попали тогда в контакт. То есть, по растягке, в порядке остальных профессионалов, после 65-го часа, при попадании загрязнений в контактах, будет туда. Мы прикольные вопросы следуют на отказом оборудовании. Потом, для того, чтобы гарантировать 100-летний сок службы трудовой скульптуры, как у мостов, у мостового сенжима капитальных мостов, мы должны испытать часть путевой скульптуры на циклическом воздействии на внешние нагрузки. Для того, чтобы утверждать, я по-прежнему было верно, что путевая скульптура простоит в столе, в ее сок службы, должно быть не менее 100 миллионов циклов нагрузок. Но на опытном участке мы не сможем такого количества циклов нагрузок взять, но мы это делаем на стыне. И ускорим испытания, и за полгода мы наработаем вот такого количества циклов нагрузок. И помню, что то, что мы потом на полигоне, то стоит 100 лет. Это как раз годы РТБ. Потом есть РТБ на генерных расчетах. И это подлинной состав. Как дорога, отвод, микроструктура подбираются с волонного кресла. Поэтому все постепенные элементы должны быть рассчитаны на площадь, на большинстве, на большинстве, какие там напряжения возникают. Как поведет себя металл, в том или другом случае. Допустим, для воздействия для правовой нагрузки, которая ведет, ну, особенно для данных местности, где будет скорость и дорога. Как поведет себя дорога, когда будут минут 60, если у нас будет пословлено в Сибири. Или там плюс 60, если это будет пословлено, то есть вот эти все индивидуальные расчеты, исследования, в том числе, как поведет себя рама, как поведет себя, как поведет себя, как поведет себя, как поведет себя, с системой управления. Система управления – это не только подвижным составом, не надо умолять, и часть системы управления будет находиться в самом подвижном составе. Основная часть системы управления будет находиться на трассе, в диспетчестве, на станции, в вокзалах, и так далее. То есть, на наших транспортных системах. Поэтому, конструктор с другим системы управления будет обрабатывать систему управления всей транспортной системы всем комплексам. Потому что, представьте, допустим, основная дорога на тысячи километров, и мы расставим 2 километра идут в размере увеличившего комбита. Значит, будет на трассе 500 штук в одном направлении, 500 в другом. И вот этим процессом движения безопасного. Чтобы были безопасные расстояния, чтобы была заданная скорость, чтобы не было скотномерность, чтобы стоять на переводе, где подключались, ну и так далее. И вот система управления была создана на услуге. И последнее, это инфраструктурное оборудование. Это инфраструктурное оборудование. это вот такая суфура предстоятельства в интернете. По сути делала это проект на документацию на тесто участке а потом на этой базе на серийную продукцию, которая потом будет приобретена 28 километров по всему месяцу. как работа началась и сегодня мы поступили к этой работе. Я не знаю, как там слышно было, вообще поняли меня или нет, хотелось бы обратно связь, но если что, я могу пояснить, как вы видите. Ну, видите, обратно связь, потому что я даже не знаю, хорошо вы слышали или нет, поняли вообще то, что ну, понятно, да? хорошо, но не получается, это их на тех И и и и и и и Спасибо. Это они им отвечают, поэтому многие вопросы, начальные вопросы, они все не так важны. Ну я не знаю, тут есть про инвесторов, что они ушли там 100 тысяч рублей и так далее. Мы думаем, это не надо отвечать. Это их право выбора. Не захотели стать инвесторами, пусть не приходят. Кто-то не приходил инвесторами в ВЭП, на Крософт, ну и что, это их проблемы. Пожарные поезда будут, но вообще-то и будет спецтехника двигаться по нашей системе, там и естественно будет и скорая помощь может двигаться, и пожарные машины, и любая другая спецтехника, которая в будущем будет создана и это будет создано как раз этим Кософтасным дыроком. Замково 27, улица Замково, дом 27. Это недалеко от центра, в историческом центре, в очень хорошем месте, в Минске. Сейчас сотрудников уже, если взять всех, 12 человек. Это мы сделали буквально за 10 дней. Естественно, есть инертность набора кадров, нельзя спешить, нельзя просто набирать людей. Мы собеседование ведем, смотрим, где они работали, даже задаем там тестовые, шлеменные поступления в Академию или не себе. Будут даже задачи по Сапромату. И если конструктор не знает Сапромата, то как он может нормально конструировать технику, хотя он может быть и работать 20-30 лет и что-то подобное делать. Он сможет спортировать ту технику, которую мы даже спортируем. Которая легче, допустим, если взять удельный вес, легче вагона, джейдорожного, должен быть 10 раз. Сейчас джейдорожный вагон, взять купейный вагон, там около двух тонн на пассажира, с учетом, ну, две тона металла. А еще с учетом, взять электровоза, локомотива, то будет 2,5-3 тонна на одного пассажира. А у нас рельсовый автомобиль на одного пассажира до 200 килограмм. То есть, взгляд, взять полегче в 10 килограмм. И мы знаем, как это сделать. И поэтому, естественно, оптимизировать, допустим, рану несущую, корпус, который тоже является несущим. Даже стекло надо учитывать в расчете прочности несущей конструкции. Вот если взять современный автобус, то стекла вклеивают. И стекло с учетом клея включается в работу рамы, реконструкции. Если убрать стекло в автобусе, он развалится под нагрузку. Потому что стекло увеличивает жесткость каркаса в три раза. Естественно, на сторону этого все учитывается. Вот и расчет начать делать даже клея, которым стекло приклеено. Какие условия приема на работу? Ну, в Литве дела обстоят нормально, мы движемся, потому что тоже нельзя мгновенно найти участок земли, нельзя мгновенно отвезти его и приступить в строительство полигона. У нас сейчас есть поддержка в правительстве. Вот сегодня была встреча у наших сотрудников литовской компании, с руководителями парламента Литвы. И организовываются, сейчас организуются встречи с премьер-министром. Уже два вице-премьера нас поддерживают, правительство Литвы. И министр транспорта лично занимается поиском участка земли в Литву. И по нашим данным, у меня уже есть предложение трех участков. Трех участков земли. И мы должны сейчас, вот я еду сейчас в Литву, согласовать вот этот или этот или этот. Потому что условия получения участка земли совершенно разные. Есть варианты, где надо платить миллион долларов за гектар, а нам надо порядка 30 гектаров. Это всякие частные земли. А есть варианты, когда государство дает бесплатно, в течение пяти лет ничего не надо платить, а потом аренда земли 9 лет из расчета 100 долларов. Поэтому, естественно, мы будем принимать вот такие варианты. Поэтому работа в Литве идет, и она идет, в общем-то, планерно, по графику. Мы для уже ближайшей 2-3 недели должны выбрать участок земли и начать оформление уже на нашу литовскую компанию, которая входит в группу компаний Skyway. И уже потом, понимая, где находится земля, мы уже для нее начнем проектировать сразу же тестовые участки. Потому что надо расставить все опоры с учетом рельефа, надо варианты трассировки, потому что нам не дадут линию, допустим, вот там, дадут коридоры, когда они отшивной, надо по этому коридору пройти оптимальному образу. Там они с областью сейчас, с озера, с болота. И моно трассировать так, вон они по третьим. Эту работу мы должны провести, опять же, прооптимизировать, как положить высокоскоростной тестовый участок. Но для этого надо отнести землю, понимать, где мы будем строить этот тестовый участок. То есть эта работа ведется. И где-то уже к осени земля будет отведена, и мы начнем проектировать вот эту базу, от которой отойдут, выйдут эти три тестовых участка. На этом базовом участке будут построены площадки для стендовых испытаний, в том числе в условиях атмосферного воздействия, чтобы зимой и летом, под открытым небом, испытывали колесо, взаимодействие колеса и рельсы, в естественных условиях, чтобы испытывалась путевая структура в естественных условиях. Это тоже будет на этой базе. Там же будет конструкторское бюро, часть конструкторское бюро, которое будет обслуживать вот эти тестовые участки. И потом там же мы со временем создадим инновационный кластер в SkyWalk. И краудную местную платформу по включению инвестиций именно в SkyWalk. Это мы планируем сделать. Но это плановая работа займет где-то, ну, вот в этой части порядка, где будут производить нужные конструкции. Спасибо. Ну, если взять путевую структуру, то основные элементы – это высокопрочная проволока, которая используется в качестве моторы в строительных сооружениях, в мостах, висящих лампах и так далее. Эту проволоку производит десятки клеток. Они производятся на Украине. Например, хорошая проволока производится в Горцизке, на Украине. Она производится в Германии, в Австрии, в США, в Китае и так далее. Поэтому мы выберем, откуда цена-качество, какая лучше подходит, и там будем приобретать. Это производится в промышленности. На второй будет один. Второй важный элемент путевой структуры – это прокат. В основном будут использоваться прямоугольные трубы размером порядка 100 на 100 мм, с толщиной стенки, типа ногей, га, 2С – это отталая сталь. Опять же, эти профили производятся в разных странах, в том числе в Европе, в Германии, в Австрии и так далее, что близко к тестовым участкам. Опять же, вопрос цена-качество, эти исследования мы перейдем, и будем знать, где мы будем приобретать. Потом важным составляющим элементом для путевой структуры будет бетон. Он будет производиться на месте. Опоры. Есть варианты у нас, металлические опоры остальные, есть варианты же бетона. Если они будут же бетонные, часть опоры могут быть такая, часть такой, то эти же опоры будут производены на месте. Движного состава, наше конструкторское бюро, которое мы создали, когда начнется компоновка, она уже началась, да, и когда будет скомпоновано грузовое направление, в первую очередь подвижный состав, городское и высокоскоростное, и будет понятно, какие элементы нам нужно ставить, какой двигатель, какой мощности, какой электродвигатель, или великолепное сборание с автоматической коробкой гигачи, если говорить о скоростном модуле. Вот мы все-таки примем решение с контактной сетью выходить из первого проекта, либо без нее, там уже свои элементы. Когда будет принято решение, это будет в течение ближайшего полугода, в полугодии, то уже будет понятно, к каким поставщикам надо обратиться для поставки этих элементов. Они могут быть в Германию, они могут быть во Франции, могут быть в Японии, могут быть США, могут быть в России, могут быть в Голоруссии. Ну что, я... На? Не помню. У меня нету, у меня апогасы окна. Ну, я же не вижу экран. Да. Ну, еще нет лаги и техники, у меня просто погас экран, я не понял, что это зацепить. Поэтому по поставке, это у нас будет работа группа специалистов, чтобы вести переговоры с поставщиками оборудования. И мы опять же, исходя из критерии цена-качество, причем у лучших мировых производителей будем вот закупать то оборудование, которое мы будем возьмем, то, что выпускается промышленность. Но есть то, что мы будем производить сами, допустим, корпус, каркас, это мы сами можем, допустим, заказать, заказ тоже пластиковая оболочка, тоже можно заказать тоже в Беларуси, это недалеко оттуда. Поэтому вся машина будет частям заказана, либо припятена там все эти элементы у лучших производителей, потом все это будет собрано на нашем полигоне в том сборочном цепи. А дорога будет построена на месте, как строят мосты. Привозят элементы и потом на месте все это собирается. потом подъезжой состав уже будет размещен грузовой на грузовой трассе, которая будет в том уровне построена, городской на городской, городской на скоростной. И начнется испытание. На что начнется опытно-промышленная отработка. При этом в том времени будет понятно, допустим, как ведется колесо и вес, потому что у нас уже на стене, где колесо набежало миллионы километров. Могу вам знать, что, допустим, при двух миллионах километрах уже достаточно большой износ у колеса, его надо менять. Можем вам знать в регламе, что при пробеге два миллиона километров колесо надо менять. И это тоже нужно две сетификации. Потом, допустим, даже сетификации очень важен уровень шумов и движений. Я хочу выполнить цена три дня два года. Это ладно. Я не буду на все вопросы пить. Есть более значимые, которые общую картину раскрывают, я хочу общую картину пить. А не какой-то частный вопрос. И те же шумы. Если у нас будет большой шум, как у железда дороги, где за два километра нельзя спать, потому что где-то идет путь. У нас мы должны стоять десяти метрах от дороги и не слышать, как едет Е-минус. Это опять же эти вопросы мы отработаем на стендовом обороне. Когда тоже мы заходим там, где почитаем нужно, в Беларуси, в России или в дальнем зарубежье. И все это потом будет отработано на тестовых участках. И после этого уже можно сертифицировать. Этот процесс будет параллельно. Потому что сертификация тоже займет на обороне. и параллельно где-то порядка полугода. И после этого уже можно пробежать заказчиков, демонстрировать работающие системы и подписывать контракты. Сегодня у нас контрактов предварительных на 100 миллиардов долларов. Вот когда мы покажем в течение трех лет и покажем с теми характеристиками транспорта системы, о которых мы говорим, вот эти заказчики больше ста подпишут в течение нескольких дней вот эти все контракты. Уже может пойти предоплата 10%. То есть образно говоря, в один можем заработать 10 миллиардов долларов. Когда это все покажем заказчик. При этом у нас есть серьезный сильный менеджмент в группе компании. И к этому времени мы подогреваем рынок. И еще появятся сотни заказчиков к тому времени. Карт тоже будут готовы подписать контракт. Вот тогда начнется бизнес. То, что мы сейчас делаем это не бизнес. Это мы делаем технологии и инвестифицируем. И вы инвесторы приходите вот сюда и становитесь акционерами в группе компаний и совладельцами технологий. А потом эта технология уже попадет во все адресные проекты по всему миру. Их будут тысячи и тысячи и тысячи проектов в Глазовой городской и будете иметь долю в том бизнесе в адресе проекта через технологию. Сертификация это не надо многие пугаются сертификации ничего сложного нет они не сертифицируются вообще един мост ни одна стакада не сертифицируют они строятся по-другому берутся сертифицированные сырье материалы бетон цемент арматура опалубка и строятся здания или мост причем строятся по чатежам которые проходят из пяти при этом естественно при проектировании стакады рецестром мы это же стакады транспортные стакады в России в Беларуси в других странах действуют строительные нормы мосты и трубы по ним проектируются все мосты все стакады и мы не исключение мы берем этот снег и по нему и проектируем все нормативы есть и мы вписываемся в эти нормативы никаких проблем нет поэтому мы делаем документацию на пестовый участок проходим экспертизу документации в Литве потому что полигон строит в Литве это не проблема потом получаем разрешение на строительство строим нанимая опять же строительная организация которая имеет лицензию на строительство стакана но это не обязательно сами дадут они строят в том числе все это актируется акты скрытых работ и так далее как фундамент и как там сваи забиты все дольше когда будет построена создается комиссия которая принимает объект для этого идет проверка соответствия то что построено документация если документации сказано что допустим ровность пути на 50 метров должна быть плюс не 100 надо чтобы такая ровность была иначе мы не обеспечим высокую скорость если документации сказано что деформативность пролета под нагрузкой 10 тонн 50 метров будет 4 миллиметра значит дается проверяется деформация 4 миллиметра ну и так далее значит эстакада просто у нас соответствует документации и подписаться о его вводе этого двигателя это то что касается дороги она не сечествует если взять подвижной состав то это аналог автомобиля автобуса трамвая на колесное транспортное средство опять же есть нормативы ООНовские то есть Организация Годных Наций Европейские нормативы США России Белоруссии где мы работаем и опять же когда мы будем проектировать подвижной состав с помощью КВЭ о котором о котором я рассказал то мы будем закладывать самые жесткие нормативы которые действуют вот в мире причем надо думать что у них есть страшная норматива вот вверх должна быть примерно не менее 900 км ширины для того чтобы въехал инвалид на колесо ну зачем нам проектировать дверь уже ну если вам шире миг 20 мы этим нормативом соответствуем что высота ступеньки посадочная должна быть не более 200 мм то почему мы должны ее делать выше мы ее сделаем вообще без ступенки ход пол в пол какая ступенька если нормативы расскажут для того чтобы сидеть и читать если должна быть освещенной вот на уровне лица такая только так люкс сделан такой освещенный даже если норматива сказано что нельзя делать с горючих материалов то почему мы должны делать с горючих материалов естественно мы делаем с горючих материалов ну и так далее мы все требования при проектировании самые жесткие эти требования будут соблюдены поэтому прийти с сертификацией нет никаких проблем вообще никаких проблем при этом мы будем сертифицировать по международным нормативам в Европе и до документации мы тоже будем адаптировать вот я в первую очередь потому что там будет тестовый участок и потом они и это не про то когда второй полет они надо взрывать это понятно почему у нас не упадет и взрывается это колеса средство и станок висок катится по основному рельсу такой подвижной состав уже 200 лет от первых паровозов никаких проблем поэтому мы все сертифицируем и к тому времени в течение трех лет когда заказчики все участки в комплексе с и с так как любая дорога трех ремонт заслужений как у нас нет полотна вы знаете вот представьте мост вы говорите как менять пролёт по выгоду вы знаете 100 лет его надо ремонтировать его надо только всматривать и дефекты устранять красить чтобы не было коррозии а он расспортирован мотивом для того чтобы он террористический акт то если взорвут самолёт то что с ним делать как его ремонтируют а если взорвут мост как его ремонтируют у нас то же самое а если взорвут дорогу то есть повреждённую часть это тоже не проблема причём наша система она вот редшестровная эстакада она самая надёжная из всех возможных вариантов строительной конструкции и там есть и там есть простые простые объяснения если взять допустим долговечность струны основной несущей длины то по тем нормативам которые есть мы можем сказать что она постоит тысячу лет даже не сто почему потому что он находится в статическом состоянии она где в динаме нет потому что провода предварительно напряжённая до десяти тысячи килограмм квадрат это одна десятая процента то эта конструкция находится в статике она не динамик а статические конструкции станут как эфеля башня там 150 она может тысячу лет поэтому ее не надо будет ремонтировать исходя с этой очень и поскольку струна набрана не с одного какого-то элемента как есть это моноконструкция любая царапина любая она ломает у нас сотни провода каждый из которых работает независимо если у канатной дороги заработки перебить или сужие перебить 10 процентов провода канат порвётся и канат на дороге рухнет честно говоря я знаю только два случая когда канатные дороги выходили из строя вот по этим причинам один раз самолёт а второй раз там обрыв посмотрели за канатом произошел и встречи с вами с канатной дорогой вот тридшеструнная эстакада надежнее ну наверно в тысячу даже в десять тысяч тысяч поэтому в первом случае эстакада акта это нужно очень постараться чтобы вывести стакады и в строй но если это произойдёт начнёт этот участок от танка на опору до танка на опору но это было редко и вообще там мало я объяснил но мы будем брать нормативы я сказал что СНИП есть аналоги во всех островских требованиях которые существуют в мире в Европе в Америке в России в Беларуси в Австралии и так далее есть аналоги нормативы есть допустим как проектировать мосты допустим металлическая конструкция и если идет нагрузка идет нагружение меняется напряжение в конструкции и вот а нагрузка следующая следующая так миллионы циклов в результате из этой циклики идет усталость потом он разрушается в этих странах есть один это другие в первом ряде стран через размах напряжения то есть в Сталии размах напряжения нагрузка нет нагрузки должен быть не более 1600 кг на 20 кг я назвал цифру у нас размах напряжения 10 кг на 20 кг допустимо 1600 любым мировым нормативом это удовлетворяет то же самое там бетону с вами шва есть определенные требования мы берем самые жесткие и чем чем запасы я не вижу здесь проблем так простые люди могут приехать на полигон и прокатиться прокатиться полигон это участка туристам кататься не очень но если это местор не прокатиться то 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 что он вложил и деньги и время там частичку своей души тоже в это дело то конечно прокатиться и акционер и прокатиться бесплатно вот например трансродет в германии семерс катал за деньги бесплатно акционеров если естественно мы будем открыты и наш бизнес должен быть прозрачным это естественно белый как говорят не серый Ну что Анатолий Дуарович давайте по времени просто замечательно все видите как соскучились когда вас давно нет вот поэтому когда просто неговорящий голос а тут теоретики то хазины то мы так сказать все выступаем хочется чего-то живого настоящего услышать так что Анатолий Дуарович очень замечательно вот мы будем делать конференции то есть в Минске как раз уникальная возможность что можно пообщаться и с Анатолием Дуаровичем там напрямую так сказать это тоже такой вопрос так вот сейчас давайте в конце опрос проведем который есть сейчас для тех кто остался чтобы как по результатам по вас а куда вот он опрос так есть ли информация по следующей конференции в Москве да сейчас как только закончим с Минской конференции будет по Москве вот и соответственно друзья как мы договорились то есть вопросы которые еще возникают вы задавайте в чат там очень много ответов которые нет тогда уже непосредственно на сайте Анатолию Дуаровичу но я думаю что мы будем готовить и вот такая сейчас уже техническая вопрос вот как Анатолий Дуарович начал рисовать это конечно очень интересно когда он и говорит и выступает я думаю что там раз в месяц или там там раз в три недели мы будем Анатолию Дуаровичу все-таки видеть и он будет уделять время для того чтобы с нами работать да Анатолий Дуарович раз хотя бы там раз в месяц раз в три недели а ганитуру мы хорошую возьмем первая ну первую блин как всегда ком хорошая ганитура будет все будет и отвечаю все будет так что ну все Анатолий Дуарович тогда спасибо на связи тогда спасибо всем всего доброго удачи кто был с нами доброго на я думаю в этом уровне даже мне Все, я думаю, махом был втягиваться. Очень обычный. Махом? Я думал, ты вроде. Держим.